Я сначала не поняла, что это такое, а потом как поняла, как поняла, что аж страшно стало. Бывший Роспотребнадзорщик Геннадий Онищенко на этой неделе в буквальном смысле слова назвал всех нас пособниками наемников на Донбассе. О чем речь расскажу сегодня. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов «Реальная журналистика» и «Ермак Медиа». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции, которая, по его мнению, продает оружие Украине. Большое интервью на эту тему депутат дал газете «Комсомольская правда». Инфоповод, кстати, был другой. Авария в Турции, которая помимо пострадавших принесла России и четверых погибших. В их смерти Онищенко винит, внимание, цитата, представительную делегацию из России, которая выезжала в Турцию оценивать ее готовность принимать наших туристов. Конец цитаты. И это первое, на что я обратила внимание, читая интервью бывшего главного санитарного врача России. Наверное, Геннадий Григорьевич просто не в курсе, что летали наши туда разведывать обстановку с заболеванием коронавирусом, а не проверять автохлам. Это термин Онищенко на профпригодность. Странно, что забота бывшего Роспотребнадзорщика очнулась только сейчас, а не двумя годами ранее, когда в ДТП Краснодарского края с участием экскурсионного автобуса погибли трое. Еще 44 человека получили травмы различной степени тяжести. В ходе следствия выяснилось, что водитель превысил скорость и не уступил дорогу автомобилю, имевшему преимущество. Хотя зачем вспоминать события двухгодичной давности, когда на слуху идентичность турецкой аварии, произошедшая в конце июля. Все в том же Краснодарском крае перевернулся экскурсионный автобус с 22 пассажирами, двое из которых скончались на месте. Предварительная причина ДТП – откаст тормозной системы. Понимаете, к чему я, да? Так к тому, что в своем глазу мы бревно не замечаем, а между тем перевозим туристов на таком же автохламе. Причем является ли турецкий автохлам таковым – это еще большой вопрос. Получается, что не только Турция попадает в аварии, но и отечественные курорты могут угробить не хуже. Но кому до этого есть дело, когда мы успешно умолчим о российских авариях и громко крикнем о зарубежных? А Нищенко ведь только турецких туристов жалеет. Наших-то можно перевозить и с неисправной тормозной системой. И никакого интервью по этому поводу Роспотребнадзорщик не даст. Но еще интереснее стало далее, когда в той же беседе с комсомольской правдой Нищенко назвал россиян пособниками убийц мирных жителей на Донбассе. Ну, типа именно российские туристы активно поднимают экономику Турции, которая на эти деньги развивает свой военно-промышленный комплекс, продавая впоследствии оружие Украине. Понимаете, да? Что это мы с вами спонсируем расстрел Донбасса турецкими беспилотниками. Мы. Не Европа, которая не меньше нас обожает Анталийское побережье. Не Беларусь и даже не Украина. А именно мы. Только вот непонятно, почему в том же интервью Анищенко не предложил альтернативы. Ведь многие из нас понимают, что отдых на отечественной части Черного моря для большинства просто недоступен. Вспоминаем вход на пляж за 7 тысяч рублей и работу спасателей за 800 рублей. Не это ли повод задуматься о том, что отдых в нашей стране возможен только на родном дачном участке и то пятой точкой кверху. Ну а невозможность выехать к морю и работа в режиме нон-стоп, чтобы прокормить семью, делать свое дело. Мы чаще болеем и чаще умираем. И проще ведь бойкотировать Турцию. А я бы вот на вашем месте господина Анищенко навела бы порядок в собственной вотчине. Цены бы снизила, уровень сервиса подтянула. Море и то почистить не помешало бы. А, ну да, и проверьте все экскурсионные автобусы, чтобы потом не страдали наши соотечественники. Да я вам гарантирую, что в этом случае Турция покурит в сторонке. А пока что в сторонке, как и на обочине экономического кризиса, курит, похоже, только Россия. Не успела я на прошлой неделе озвучить некоторые несправедливости этого мира, как на этой произошел очередной прорыв в канализации головного мозга. В Волжском, например, охранник закрыл доступ в аквапарк ребенку-аутисту. Девчонок в Томске, чужой пример в Тюмени, ничему не научил. И, продолжив нарушать покой местных жителей, они нарвались на жестокость соседей. Сейчас штаны, что ли, снимет, штаны снимает, да. Сейчас вторая, вторая тоже под завес. Короче, наказание неизбежно вообще. Это все происходит вон на Красноарвейской улице. Правда, в отличие от агрессивного тюменца, суровые томские парни махать руками не стали. А взяли в эти самые руки крапиву и отхлестали нарушительниц спокойствия. После чего облили девушек холодной водой. Но превзошла всех любительница сыпать проклятиями из Магнитогорска. Женщине не понравился урок вождения на парковке. И вместо того, чтобы предъявить претензии инструктору или автошколе, она начала желать смерти ученице. Ты можешь, ты не записывай. Девушка, отойдите, пожалуйста. Записывайте, я ее руками трогаю. Проблемы какие-то есть? Есть проблемы. Какие? Если ты не умеешь водить... Она учится под руководством, посмотрите на мою спину, инструктора. Есть вопросы. Есть вопросы. У меня есть документы. Если вы не нормальный инструктор, вы не в том месте учите. Дай бог вам разбиться, убиться. А вам, как инструктору, пишите, пожалуйста. Все, пошли, пошли. И ширкать. Чтоб ты разбилась. Ищи ты себя в черно-белом. И на дорогах магнит. Азатисывай ты. Не умеешь водить. Сиди на домах. Ну вы поняли, да, что в Магнитогорске, как и в Петербурге, есть своя хозяйка жизни. Только та в Питере выгоняет детей инвалидов с детской площадки. А это в Магнитогорске учеников с дороги общего пользования. Видимо, сама женщина, ставшая героем недели, села за руль буквально с норковых пеленок. И учиться в автошколе ее никто не заставлял. Ну, не понимает она или не хочет понимать, что ученики в автошколе сдают не только теорию, но вообще-то и вождение. И чем больше времени они проведут на дороге с инструктором, тем увереннее будут чувствовать себя на этой же дороге без инструктора. А это, извините, наша с вами безопасность. И мы на самом деле должны благодарить ученицу, что она нашла время и деньги учиться с инструктором. А не парковаться среди чужих машин методом проб и ошибок. Так же, как и уважать безграничное терпение самого инструктора. Знаю я, каково это учить кого-либо вождению. Привет всем, кто хоть раз был в моей шкуре. Вы точно не дадите мне соврать. Но согласитесь, что ситуация рядовая. И к ней нужно просто отнестись с пониманием. Я уж не знаю, что это. Климакс, жара на Урале или последствия вакцины. Но в очередной раз хочу напомнить, что промежуток между рождением и белыми тапками дан нам для радости жизни. А не для ссор, злости и ненависти. А между тем, число успешно сдающих экзамен на водительские права в этом году сократилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим. Виной тому стала новая система выставления оценок, действовать которая началась 1 апреля текущего года. Если раньше кандидату на права выдавали кредит в 10 штрафных баллов, то теперь это число сократилось до 5. Ну и вот, собственно, результат. Было 10 ошибок и 26% успешно сдавших экзамен с первого раза. То теперь с 5 ошибками права получают только 13% учащихся. Как по дорогам передвигаются остальные 87%? Даже не представляю. Пока вся страна с безудержным интересом подсчитывает, обошла ли российская сборная по количеству золота в ванную начальника Ставропольского ГИБДД, в Хабаровском крае под шумочек зачищают губернаторскую площадку под Дегтяревом. На этой неделе стало известно, что главный его соперник Петр Перевезенцев не смог пройти фильтр для регистрации на выборах. Он собрал достаточное число подписей муниципальных депутатов, но не во всех обязательных для этого районах. В итоге к 4 августа, это последний день подачи документов для регистрации, абсолютным рекордсменом по прилежности стал, кто бы вы думали, бинго, Михаил Дегтярев. А разве он не собирался временно исполнить обязанности Сергея Фургала и отбыть к выборам в столицу? Вроде же он как и не собирался участвовать в выборах вообще. Ау, жители Хабаровского края, обращаюсь к вам лично, расскажите, что у вас там происходит, что нового и хорошего за прошедший год сделал господин Дегтярев. Согласны ли вы с выбором именно этой фамилии на губернаторском посту? Помню, у вас были проблемы с медициной и не все так радужно в экономике. Получилось ли у Дегтярева повлиять на что-либо? Потому что если вы продолжите отрицать кандидатуру, навязанную президентом, то исход выборов будет для вас неожиданным. И знаете почему? Я рассмотрела всех восьмерых кандидатов, заявившихся на выборы. Ну кто там более или менее сильный? Все какие-то инертные. А дать голос-то и не за кого, не то что в кресло посадить. Вот и может получиться так, что посмотрев на кандидатов, хабаровчане скажут, пусть уж лучше Дегтярев. И поставят свой крест на его фамилии. Ну или второй вариант, как бы хабаровчане не размазывали голоса по другим кандидатам, а выиграет все равно ныне действующий в Рио. А почему? А потому что как точка президент точка сказал точка, так точка и будет и точка. И всем абсолютно пофиг, что в Риоте Дегтярев обещал исключительно до выборов, но обещание свое не сдержал. Так что, дорогие хабаровчане, держитесь. Вас зачистка коснулась не меньше, чем другие регионы. Вспоминаем Грудинина, Яшина и Бондаренко. В Псковской области, например, на этой неделе избирательная комиссия сняла с выборов Льва Шлозберга и его соратника Николая Кузьмина. А как думаете, за что? Бинго! За участие в январском митинге. Уверена, что вы все их помните. Кстати, мои коллеги делали об этом репортаж, так что, если вы подзабыли, у вас есть шанс вспомнить все. На момент записи программы Шлозберга вроде как вернули на псковские выборы, но, по его мнению, точно попытаются снять с дистанции позже. Так вот, друзья, к чему мы идем? Да к тому, что участвовать в выборах будут только избранные, которых хотим и того или нет, но должны выбрать именно мы. А, кстати, помните мой комментарий на тему иноагентов, о том, что вся честная журналистика в скором времени будет приравнена к деятельности, нежелательной на территории Российской Федерации. Так вот, с голосованием примерно то же самое. Каждый день, читая новости, как кого-то снимают с выборов, я начинаю открывать для себя этого человека по-новому. И, о чудо, это обязательно противник партии власти, изобличающий ее в различных антинародных законах и действиях. Ну, то есть, по сути, явный кандидат на кресло единороса. Или, скажу по-другому, успешный соперник. Совпадение или не думаю, но в первую очередь на выборы не прошли именно они. Короче говоря, 19 сентября встречаем выборы без выбора, но с огромным количеством спортсменов, певичек, актеров и прочих недополитиков. Вот, честно, ничего лично не имею против Виктории Дайнека, но, по-моему, говорить и не понимать, что ты говоришь, это испанский стыд. А подглядывать в бумажку, чтобы сказать что-то умное, это испанский стыд с признаками слабоумия. Хотя, смотрите сами, если я не права, можете меня поправить. Возраст наших кандидатов 34 года, и мы считаем себя партией будущего. Сегодня весь мир разворачивается к пониманию глобальной важности экологических вопросов и экологических ценностей для будущего экономики и вообще существования человека и жизни на нашей планете. Наша партия – это часть этого глобального зеленого разворота. Короче говоря, друзья, эти выборы обещают нам быть веселее, чем все предыдущие. Хотя, постойте, а где партия Дом-2 с ТНТ? Вот там реально и звезды, и гнезда, и мозга тоже в избытке. Но, как понимаете, это не точно. А потому нет в России такого дна, которое мы не сможем пробить, друзья. Ну, а на этом у меня все. Второй выпуск новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании. Увидимся в эфире.